Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского. В студии работы Динара Сартаева. Для начала коротко о главном. Строительство нового 9-этажного дома в центре города началось с вырубки зеленых насаждений. Самым резонансом событием в Караганде стало убийство 9-летней девочки и ее подружками. Бывший начальник областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ерлан Утишев, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП, помилован. Что не стройка, то конфликт. Строительство нового 9-этажного дома в центре города началось с вырубки зеленых насаждений. Такого положения дел не устроило жители улицы Тулепова. Народ вышел на митинг. Они требуют остановить варварские по отношению к природе действия. О непростом споре горожан с бизнесменами расскажет наш корреспондент. Наши требования. Прекратил он, чтобы подрезку деревьев. Все, до выяснения обстоятельств. Жители улицы Тулепова уже несколько дней выходят на стихийный митинг. На этом месте должен появиться 9-этажный дом. Застройщик компания Матанстройгрупп уже вырубил 24 дерева, подсчитали местные жители. По их словам, все это незаконно. Разрешение на вырубку, выданное Акиматом, просрочено. Начали не вырубать деревья. Когда присутствовала милиция, мы посмотрели документы, у него просрочено. Все дело в том, что в апреле прошлого года прежний порядок вырубки деревьев отменили. Новое постановление в Маслехате пока не разработали. Отсюда и спорная ситуация с документами, говорит застройщик, пытаясь оправдать свои действия. До сих пор нашим Маслехатам не утверждены правила по вырубке деревьев. Конечно, мы обращались, когда у нас просрочились они. То есть теперь получается, пока не утвердятся правила, как бы официально Акимат разрешение выдает. Но нами получено разрешение до 1 сентября 2012 года, мы просто не успели их вырубить, эти деревья. Уплачен бюджет госпошлина, которая положена. То есть как таково это, мы это, вопрос чисто технический, то, что мы затянули с вырубкой. Днем ранее на строительную площадку наведывались местные власти. Представители Акимата имени Казбекби спор не решили. Лишь на время приостановили работы. Говорят, до выяснения обстоятельств. Раз вы уже все это обратились, давайте тогда мы официально дождемся, когда мы это все просмотрим и официально дадим ответ. Вы все работают, все приостановлены. Правильно? Ну, на этом тогда, наверное, и закончим. Но не в деревьях одних дел, за которыми больше 20 лет местные жители так старательно ухаживали. Само строительство вызывает сомнения у горожан. По их мнению, новостройка неуместна в этом районе. После возведения дома здесь могут появиться коммунальные проблемы. Я просто обращаюсь к местным органам власти. Прежде чем давать разрешение, нужно было спросить мнение населения ближайших домов. А не так, тупо, извиняюсь за выражение, подписывать все документы. Почему бы не строить за пределами города? Почему именно в центре города, где уже инфраструктура сформирована, здесь школа, здесь уже люди живут. Сейчас проблемы начнутся с теплом. Я сама председатель КСК. А сейчас проблемы начнутся с электроэнергии. Мы с этим боремся. Понимаете? Девятиэтажка, то есть она высокая. К нам солнце сейчас на квартиру будет светить после обеда. То есть она оттуда сейчас перейдет сюда. И вот тогда, в это время у нас только появится солнце. Это летом. Зимой оно вообще не дойдет, и у нас нет света. Между тем, застройщик готов пойти на мировую. И даже взамен всем грядущим неудобства предложил жителям свои условия. Мы можем посадить эти деревья в другом любом месте, где они сейчас нам покажут. Мы предлагаем благоустроить им площадку. Не просто площадку детскую сделать, а сделать хороший мини-парк, аллею. Но решительно настроенных жителей, близлежащих улиц, не переубедить. В сладкие обещания они не верят. Все требуют официальных документов, чтобы обещанное не осталось на словах. Как и когда решится конфликт застройщика с горожанами, неизвестно. Тем временем местные жители собираются подать на строительную компанию в суд. Ирина Камышо, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Самым резонансным событием в Караганде стало убийство 9-летней девочки и ее подружками. Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних уже вынес приговор по этому делу. Но вопросы к родителям, педагогам, школьным инспекторам остаются. Ювенальным судом Карагандинской области в спецшколу направлены две 11-летние девочки, которые подозреваются в убийстве 9-летней подруги. Кристину Евдокимову и Каролину Циммерман на один год примет школа-интернат для детей с девиантным поведением в поселке Керней. 10-летняя Александра Челлер по возрасту не может быть направлена след за подругами. Но дело не только в решении суда. Вопрос, почему так могло случиться, остается открытым. Мама юных преступниц до сих пор в недоумении. И она до сих пор не говорит, мама, я этого не делала. Я думала, что они просто с Сашей дерутся. Аня сказала уйти, мы с Каролиной ушли. Она лежала, у нее глаза были открыты, ничего, она не умирала. Мы шли, Саша, через 5 минут догнала нас на велосипеде. Аня сказала, дойдет сама. Педагогический коллектив дает объективные оценки. Отчитываются школьные инспекторы. Но никто понять не может, откуда взялась такая жестокость у маленьких девочек. Может, мы зачиновничались и стали незаметно работать ради отчетов, а не ради детей? Матери обвиняемых девочек на суде честно признались, что дома бывали редко, основную часть времени проводили на работе. Чем занимались девочки, какие ориентиры стали доминирующими в их поведении, вряд ли кто знает. Председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Аскар Марданов огласил решение суда и по административному делу в отношении трех матерей, обвиняемых девочек. За уклонение от выполнения своих родительских обязанностей их приговорили к штрафу. Суд постановил признаватель нового директора Елена Викторовна в совершении правонарушения. Предусмотрена статья 111, частью 2-й по доставке Казахстана об административных правонарушениях. И по данной статье подвергнуть административному взысканию в виде штрафа в размере 20 месяцев расчетных показателей, то есть в сумме 34 620 тенге. По словам матерей подозреваемых девочек, они согласны с решениями суда и не намерены обжаловать ни штраф, ни направление в спецшколу. Вроде бы можно поставить точку. Но очень многие вопросы остаются без ответа. И на них должен ответить каждый из нас. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Девятая международная выставка технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса и рационального использования недр. Майнинвик Казахстан 2013 с 26 по 28 июня. Караганда, стадион «Шахтер». Телефон плюс семь, семь, два, семь, двести пятьдесят девятнадцать девяносто девять. Баянаул. Райский уголок казахстанской природы. Лес, озеро. Чудесный отдых. А радоновая вода в озере Жасыбай сделает вас абсолютно здоровыми. Отдых вместе с Карлыгаш. Телефоны 42-42-15, 42-42-21. Бывший начальник областного управления, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ерлан Утешев, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП, помилован. Во вторник потерпевшая сторона и экс-чиновник примирились. Адвокат истцов Гульнара Рустамбекова от комментариев отказался, а водозащитники Ерлана Утешева рассказали о ходе итогов судебного разбирательства. Сама статья, она предусматривает как бы примирение сторон, потерпевшие на сегодняшний день реализовали свое право на примирение. А так причина, если так сказать, и у каждого индивидуальная. Значит, ну, преступления как бы неумышленные, неумышленные. Поэтому у нас фактически по этим видам преступления, ну, фактически по всем обычно исход такой. Напомним, что в ночь на 16 февраля на улице Гоголя произошло ДТП с участием трех автомобилей. Начальник областного управления энергетики и ЖКХ Ерлан Утешев, который находился в алкогольном опьянении, на внедорожнике БМВ, выехал на встречную полосу и протаранил два автомобиля. В результате ДТП погибла женщина. Мы хотим, чтобы дети играли. Жители улицы Волгодонская возмущены тем, что вырубается лесок, который был высажен еще 50 лет назад. Некий предприниматель, не поинтересовавшись мнением карагандинцев, уничтожает не только деревья, но сравнял землю и детскую площадку. «У меня все документы на руках. Буду делать, что захочу». Вот конкретный ответ предпринимателя жителям Волгодонской. Эта история тянется с 2005 года. Первая попытка вырубить лесок под постройку провалилась. 50 лет выращивается этот лес. И мы считаем, что это легкие, не только наши деревни или районы, а всего города. Пришел человек, начал вырубку, против которой мы восстали, это было года 3 или 4 тому назад. Остановилась вырубка человека, этого ареста. Оштрафовали. А в этом году он приехал, да не в этом, а в прошлом году. Он поставил тут 20-тонные фуры большие, вырубил еще часть леса. А в этом году даже поджег окраины этого леса. И начал как будто бы строительство, против которого мы возражаем. Жители возмущены тем, что уничтожена детская площадка. На ней играли семьями. Стояли даже трибуны. Теперь лес из-под тяжка выжигается. Даже вызывали пожарную. Он говорит, это я тополиный пух поджигал. Или это от сварки искра попала. Ну, такое же не бывает. Вот можно пройти вдоль забора, все деревья уничтожаются. Повышение качества жизни за счет других – негосударственный подход. Он скорее криминальный. Но 90-е годы уже позади. Сегодня главенствует принцип прозрачности. А так вести себя бизнесмена, ну, очень не солидно. Вот люди и обратились к депутатской группе и в партию НУРОТАН. Помогите. Через неделю будет решение нашей комиссии. И отправлены документы в исполнительные органы. Они в течение месяца по закону должны дать нам ответ. Поэтому здесь недели, конечно, мы за свою работу говорим. Наши работы в течение недели мы это все сделаем. А дальше это, ну, по закону. Представитель департамента земельных отношений только руками разводит. Люди должны были обратиться с письмом. Да люди обеими руками за закон. Но уважаемый предприниматель не ждет. А тихой сапой делает свое дело. И ведь уничтожит лесок, как уже уничтожил детскую площадку. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. В Караганде состоялось открытие нового современного офиса филиала Сбербанка. Офис появился на Юго-Востоке. На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель Акима Карагандинской области Ануар Ахмеджанов. Спасибо правлению защитного банка Сбербанк господину Камалову Александру Ильяновичу. Под ваши ворные аплодисменты. Надеюсь, что сегодняшние мероприятия и в целом Сбербанк будут продолжать носить свой вклад в развитие экономики нашего региона и республики в целом. И пожелать на сегодняшнем мероприятии дальнейших успехов, процветания банку, чтобы было побольше клиентов. Новый офис Сбербанка уже готов принять первых клиентов. Здесь, обещают представители банка, обслуживание будет быстрым и качественным. Современная техническая база позволит обрабатывать все запросы на высоком уровне и исполнять их в кратчайшие сроки. Новое помещение еще не все. С этого года социальная политика Сбербанка будет интенсивно развиваться. Как говорит председатель правления Сбербанка Александр Камалов, банк будет принимать самое активное участие в жизни общества. Работа с детьми, с нашим будущим. Здесь у нас идут программы с точки зрения поддержки детских домов. Мы, соответственно, также работаем с детскими садиками, со школами, с образовательными, в принципе, всеми учреждениями. Второе наше направление – это сработа с ветеранами. В сути, это наша история, наша гордость, о которой мы, наверное, не имеем права забывать. Открытие нового филиала Сбербанка украшали яркая концертная программа и фуршет. И настоящие потенциальные клиенты банка остались довольны. Гости не только с аппетитом закусывали, но и с большим интересом вместе с руководством Сбербанка участвовали в экскурсии по новому филиалу. Амина Смакова, Толлиген Рашидов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Успехов Казахстану и его торговым партнерам. С такими пожеланиями открылась девятая международная выставка горно-шахтного оборудования «Майнинг Вик» в Караганде. В ней приняли участие более 150 компаний ближнего и дальнего зарубежья. Представители мировых производителей горно-шахтного оборудования энергично взялись за дело. Уже в день открытия польская компания подписала контракт на поставку своей техники. Международная выставка «Майнинг Вик» в Караганде с каждым годом привлекает все большее количество потенциальных партнеров, желающих участвовать в промышленных проектах области и всего Казахстана. Для нашей области это событие одно из важнейших в течение всего года. Карагандинская площадка зарекомендовала себя как одно из ведущих мест для проведения столь значимого мероприятия, где могут встретиться производители и потребители важного и современного оборудования, они здесь заключают непосредственно договора, сделки, что является, несомненно, самым важным результатом проведения такого рода мероприятий. Встреча представителей промышленного бизнеса Казахстана и зарубежных стран в рамках выставочного мероприятия – одна из эффективных форм взаимодействий партнеров в современной экономической ситуации. Казахстан привлекателен своей динамично развивающейся экономикой. Я очень рад, что и количество чешских предприятий с каждым годом повышается. Это именно, я думаю, говорит о правильности слов господина заместитель Акима области, о том, что есть интересы Казахстана, чтобы эта выставка была все более успешной. Самое торжественное мероприятие международной выставки «Майнинг Биг». Лента перерезана, и двери выставки распахнулись для всех желающих. Вернее, она начинается еще с площади перед дворцом спорта «Жастар» на стадионе «Шахтер». Горная техника поражает воображение. Немаловажно, что именно в дни проведения выставки в Астане проходит межправительственная германо-казахстанская конференция, где также решаются вопросы экономического сотрудничества двух стран. Участие в выставке демонстрирует стабильность и устойчивость компаний. И обычно такие выставки приносят коммерческий успех. Неудивительно, что у павильонов с товарами и производственным оборудованием сразу образовалось броуновское движение. Всех интересует инновационный подход компаний к решению ряда задач по добыче, перевозке и переработке руды. В этом году на выставке участвуют 154 компании из 17 стран мира. Основные экспозиции, как вы могли видеть, это Германия, Польша, Чехия, Китай. Ну и, конечно, очень много российских компаний, потому что там у них очень развита горнодобывающая промышленность. В этом году участвуют компании из Белоруссии, Италии, Швейцарии. Международная выставка горно-шахтного оборудования «Майнинвик» продлится три дня. Сергей Високосов, Марат Кулкенов, первый карагандинский. На этом у меня все. Далее новости спорта продолжит мой коллега Берик Копаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. О результатах жеребьевки Лиги чемпионов через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. В швейцарском городе Ньон прошла жеребьевка предварительных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Чемпиону Казахстана, караганинскому шахтеру, достался, пожалуй, самый сильный из возможных на этом этапе соперников – Минский Батэ. Чемпион Казахстана по регламенту УЕФА начинает выступление в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. Генеральный секретарь УЕФА Джани Инфантино свел шахтер путем жеребьевки с одним из сильнейших клубов постсоветского пространства – белорусским Батэ. Представители Федерации футбола Казахстана отправились на жеребьевку в Швейцарию, где взяли интервью у представителей отечественных клубов, среди которых был и спортивный директор шахтера Улыкбек Асанбаев. Прогнозы делать рано. Соперник очень хороший попался. Участник прошлого года сетки, обыгравший Баварию, французские клубы на выезд. Посмотрим, на что способен наш клуб. Я думаю, что нам по зубам, нынешнему шахтеру, с нынешним составом, с руководителем клуба, нам по зубам. Мое мнение. Также своим мнением по поводу жеребьевки поделился главный тренер караганинцев Виктор Кумуков. Это один из лучших клубов Европы. Не топ-клуб, но один из лучших, который уважают в Европе, который определенных успехов достигает в Европе. Но это и говорит рейтинг этого клуба, которого из возможных кандидатов на игру с нами, самый высокий рейтинг УБТК КМС. Воле и сути под одним из последних новичков шахтера стал выпускник молодежной академии Минского клуба нападающий Игорь Зинькович. В составе Минчан Игорю закрепиться не удалось, но теперь мотивированный белорус находится в прекрасной форме и готов доказать ошибку тренеров БАТЭ, отпустивших его в свое время. БАТЭ – очень хороший клуб, с каждым годом развивается, девятикратный чемпион, очень хорошие тренера, игроки. Я только положительно отзываюсь в этом клубе. Он уже три года выступает в групповых раундах, поэтому очень серьезные соперники, нужно серьезно настраиваться, поэтому легко точно не будет. При поддержке Управления туризма и спорта Караганинской области Близ Семертау открыл свой летний сезон спортивно-оздоровительный лагерь «Бригантина». Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Бригантина» снова собирает детей разных возрастов к себе на борт. Ребят будут кормить пять раз в день, но все калории будут запросто сжигаться в течение дня. Насыщенный день включает в себя пару тренировок, походы, рыбалку и многое другое. У нас в лагере пятиразовое питание усилено, мы выдерживаем 4000 калорий, потому что у нас двухразовая тренировка здесь проходит и вечерние мероприятия. Также мы организовываем досуг, рыбалку, походы и так далее, то есть вечерние дискотеки проводим. Наша цель, согласно посланию нашего главы государства, это оздоровить, нам большой обхват делать детей, оздоровить за летний период. На этом у меня все. Занимайтесь спортом. Если есть у вас интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по телефону 4206-49. Всего доброго, до свидания. Аман Саупол, здар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин